Привет, я Антонио Сантену, основатель Realman Real Style. Сегодня я буду говорить о четырех компонентах индивидуального стиля. Итак, компонент номер один – это ваше телосложение, компонент номер два – это ваше физическое и социальное окружение, компонент номер три – это ваши ресурсы, это время и деньги, и компонент номер четыре – это ваши личные пожелания. Хорошо, давайте я пройдусь и остановлюсь на некоторых деталях каждого из них. Компонент номер один – ваше телосложение. Это то, с чем вы родились, насколько вы крупный, насколько высокий, широкий. Есть определенные вещи, которые вам не подвластны и могут изменяться в течение жизни. Обычно ваш вес, в смысле, насколько широким вы будете. Некоторые из нас худые, потому что мы такими родились, и мы нормально едим, заботимся о наших телах. Некоторые из нас, ну, в общем, мы просто чуть крупнее. И в этом случае вам необходимо выбирать одежду, которая дополняет вашу фигуру. Говоря о росте, неважно, низкий вы или если ваш рост выше среднего, вам стоит присмотреть одежду, которая в некоторых случаях вы бы хотели смотреться выше, в других случаях вы и так высокий. И у вас нет необходимости смотреться ниже, но вы бы хотели выглядеть более пропорционально. И это, пожалуй, ключевой момент – быть уверенным, что вы выбираете одежду, которая позволяет вам выглядеть более пропорционально. Это о сбалансированности, о том, чтобы вы понимали, что если вы высокий и действительно худой, вы бы не хотели одеваться так, чтобы выглядеть еще выше и худее. Вы бы хотели одежду, смысл которой был бы в том, чтобы добавить вам немного веса, уменьшить размер и сделать ваш вид более пропорциональным, сделать его более нормальным. Если вы низкий и полный, нет ничего такого, что сделало бы вас более высоким и худым. Но вы можете выбрать одежду, в которой вы не будете выглядеть толстым. И здесь вы переходите от одного цвета к комбинациям, которые не будут занижать вас и привлекать внимание к центру тела. Хорошо. Компонент номер два – это ваше физическое и социальное окружение. Итак, ваш индивидуальный стиль часто определяется и начинается в социуме, потому что это то, на что вам приходится смотреть, в том месте, где вы живете, с кем общаетесь и в каких социальных кругах вы находитесь. Я живу в окраинах Висконсина, так что я могу вам сказать, что в основном я окружен фермерами. Надо сказать, что даже несмотря на то, что я дизайнер одежды, чтобы не выглядеть отчужденным, я не могу носить костюм. Поэтому я ношу плотные джинсы, рабочие ботинки, я частенько накидываю спортивную куртку, но я редко ношу галстук. И для меня это мой персональный стиль, и он сформирован моим окружением. Держу пари, если бы я жил в Нью-Йорке, мне бы пришлось изменить подход, но я не живу. И это то, как я веду себя в этом социальном кругу. Кроме этого, знаете, местоположение тоже имеет значение. И когда я говорил физически, я имел в виду также погоду. Поэтому, если вы в Фениксе, Аризона, вам надо выбирать одежду и стиль так, чтобы она дышала и была функционально в такую жаркую погоду. И допустим, вы в Ванкувере, Канада. Совершенно другая окружающая среда. Там очень влажная погода, там гораздо холоднее. Лето очень умеренное, а вот зимы очень суровые. Не так ужасно, как, допустим, если бы вы были в Миннеаполисе, Миннесота. Тамошние зимы просто нечто. Мы говорим минус 20, минус 30 градусов. И если вы выходите на улицу, если вы из Миннесоты, вам необходимо приобрести действительно хорошую верхнюю одежду. То, что будет не только функциональным и сохраняющим тепло. Что-то, в чем люди будут видеть вас часто. И давайте теперь переместимся в город типа Чикаго. В Чикаго полно людей, которые пользуются общественным транспортом. В этом городе, возможно, чаще, чем в Миннеаполисе. Вы бы хотели одежду, которая бы отлично подходила для улицы, чтобы она хорошо защищала вас. И так мы прошлись по разным городам. И вы поняли, что необходимо учитывать местоположение. И это будет иметь эффект. Потому что вы же не хотите добавлять плащ в ваш гардероб, если вы в пустыне и никогда не сможете оттуда уехать. И если это действительно не дает вам защиты от дождей или чего-то подобного. Но если вы в таком месте, и это вас устраивает, то вы захотите обзавестись им. Окей. Это было о внимании к вашему физическому и социальному окружению, в котором вы находитесь. Итак, третий компонент индивидуального стиля – это ресурсы. Это сводится к тому, сколько времени и сколько денег вы имеете. И я приведу крайние примеры для обоих. Студенты, те, кто учатся или еще не успели сделать карьеру, те, кто только начинают реализовываться в жизни, обычно у них мало финансовых возможностей. В этом случае вы будете искать вещи, которые сможете себе позволить. И я не говорю вам покупать дешевые вещи. Не покупайте одноразовые вещи, которые потом выбросите. Вместо этого обратите внимание на магазины Second Hand. Внимательно следите за распродажами. И это потому, что у вас есть больше времени, чем денег. Давайте теперь возьмем адвоката. Очень успешного, очень занятого, работающего по 80 часов в неделю. У этого человека нет времени. И он лучше переплатит немного, чтобы получить в точности то, что хочет. В этом случае он не будет сомневаться по поводу розничного магазина. Но в то же время он не хочет впустую потратить деньги. Так что он также будет искать долговечные классические вещи, которые прослужат ему долго. Но все же он, скорее всего, готов переплатить немного. Потому что у него нет недель, месяцев и лет, чтобы потратить их нахождение по магазинам эконом-класса, собирая свой гардероб. Последний компонент индивидуального стиля – это ваши личные пожелания. Заметьте, я сказал пожелания, а не потребности. Не путайте эти вещи. Это область, в которой вам надо поэкспериментировать, чтобы вы хотели сочетать не совсем в классическом стиле. Здесь можно немного повеселиться. И тут я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать, если вы молоды. Попробуйте вещи, кто знает. Может это станет вашим фирменным стилем. Хотите? Попробуйте шляпу. Лучше опробовать все это в молодости. Конечно, если вам 7 лет и вы захотите носить шляпу – вперед. Я просто хочу сказать, что идите и экспериментируйте. Ищите то, что по вашему мнению подойдет вам. И не бойтесь пойти и попробовать. Но дело в том, что говоря о предпочтениях в персональном стиле, я поместил это в конце, потому что считаю, что мужчина должен составить основу гардероба на базе других вещей, которые он должен найти, уделяя внимание другим моментам. У него должен быть большой выбор вариантов. Просто потому что вы живете в Аризоне, значит, что скорее всего вам понадобится тяжелое пальто. Но есть множество других вещей, которые вы можете найти и добавить в свой личный гардероб. И они подойдут для холодного климата. Вы можете поискать головной убор, который пригодится в жару. Можете приобрести как вариант рубашку сафари или какие-то льняные брюки, из которых некоторые не вылезают. Но вы можете носить их 10 месяцев в году. Хорошо. Это были 4 компонента индивидуального стиля. И я надеюсь, вам понравилось. Поразмышляйте и заходите на Realman Real Style. Посмотрите сайт. Поверьте, там намного больше информации. Удачи вам. Пока.